Обеспечение защиты информации – тема, приобретающая все большую значимость для госструктур, крупных предприятий и для обычных людей, которые пользуются современными гаджетами в быту. Сегодня в Сургуте открылась уже шестая межрегиональная конференция безопасности инфосистем. Организаторы правительства Югры – крупнейшие российские IT-компании. Участники обсуждают вопросы внедрения программных продуктов, направленных на кибербезопасность, импорт и независимость в этой сфере – отечественные достижения. Оксана Ярославцева продолжит. Кибератаки на ресурсы югорских учреждений происходят часто. Опробуют системы на прочность начинающие хакеры, но фиксируются и достаточно серьезные попытки взлома. Если рассматривать в целом, например, скан открытых портов, скан IP-адресов, это такая легкая, это считается все равно атакой, но это такая легкая атака. Это могут студенты, например, баловаться, ну или какая-то уже более серьезная группировка, там, подготавливаться к кибератаке. Ну, такие атаки происходят каждый день и по нескольку десятков и сотен раз в день. Если говорить про серьезные кибератаки, когда мы понимаем, что прям целая группа людей пытается проникнуть в инфраструктуру, это, конечно же, уже более редкий случай, но он где-то происходит там раз в месяц. Мы это видим, наблюдаем. Наши системы, которые мы внедрили у себя, мониторят и показывают нам в режиме реального времени. То есть специальная команда, сидит в полосуточном режиме, они, если видят такую активность, сразу начинают противостоять вот таким киберогрозам. А специалисты Сургутского управления информационных технологий и связи города с помощью отечественной системы обнаружения вторжений за 2022 год зафиксировали более 17 тысяч попыток кибератак. Информационная безопасность, она важна с точки зрения защиты персональных данных, защиты экономики, нашего политического положения. Технологии очень быстро развиваются и с развитием технологий требуется все больше и больше решений, чтобы защищать информацию, которая у нас обрабатывается. Данная площадка нам интересна для того, чтобы ознакомиться с новыми решениями в области информационной технологии. Еще один актуальный и важный вопрос – импортозамещение в обеспечении кибербезопасности среды российской цифровизации. Участники конференции – более десятка ведущих IT-команд страны. У нас целый комплекс программных продуктов, которые позволяют защитить информацию на разных уровнях. Как у нас локальные машины, рабочие станции, так и виртуальные среды. Здесь я впервые, здесь довольно-таки хорошо все организовано, то есть, как видите, хорошие стенды, приятные люди, много полезной информации. В первую очередь, это обмен контактами, обменом опытом, обменом знаний, возможность как-то дальше вместе сотрудничать, вместе развиваться. Наша компания занимается производством программного обеспечения и аппаратных комплексов по защите информации на разных устройствах, в разных сферах, от цифровизации до индустриальных тематик. Компания у нас постоянный участник. Люди каждый раз подходят, интересуются, спрашивают, что это, что у вас здесь есть, чем вы можете нам помочь, чем вы нам интересны, чем мы вам интересны, соответственно. То есть, это такой очень хороший опыт взаимодействия. Это уже шестая конференция, на которую в Ханты-Мансийский округ собираются продвинутые айтишники. По итогам подобных мероприятий Югра выстроила партнерские отношения с рядом компанией-участниц. Кстати, использовать только российские разработки для защиты информационных систем, государственных органов, власти региона начали еще четыре года назад. И это дает возможность вполне уверенно чувствовать себя в сложившейся ситуации. Сейчас возник большой интерес к новому отечественному софту. Квантовые вычисления в сфере информационной безопасности – это одно из новых направлений нашего отечественного разработчика. Если говорить простым языком по информационной безопасности, то самое главное – это зашифровать данные, чтобы их никто не смог украсть и расшифровать. Если сейчас для расшифровки данных киберпреступники могут использовать программные средства и расшифровать, например, данные за год или полтора, то, используя квантовые вычисления, это уходит на расшифровку данных в 100 тысяч лет, например. Используя такие вычисления, мы понимаем, что мы на порядок или на два порядка усиливаем нашу безопасность. Квантовые коммуникации, квантовые вычисления станут темой одной из панельных дискуссий конференции. Массового распространения внедрения технология еще не получила, но власти округа намерены достигнуть договоренности с разработчиком о том, чтобы Югра стала пилотной площадкой для тестирования новейшей системы обеспечения информационной безопасности. Оксана Ярославова, Денис Зонов, Сургут-24. Продолжение следует... Продолжение следует...